Добрый вечер в прямом эфире программа «Главная». Я ее ведущая Нина Демогла. Сегодня мы обсудим самую скандальную, самую главную интересующую вас тему. Это тема последней недели. Это новость, которая потрясла общественность всей страны, связанная она с поставками просроченной продукции в школьные и дошкольные учреждения нашей страны. И кто стоит за таким скандальным и очень опасным преступлением, кто понесет ответственность за содеянные. Эти и другие моменты мы сегодня обсудим с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня начальник главного управления уголовного преследования полковник Богдан Зумбряну, а также инициатор группы солидарных родителей Алла Ревенко. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Господин Зумбряну, наверное, я начну с вас. Вы знаете, после того, как я пригласила вас, это было в обеденное время, сегодня я пыталась на протяжении 7 часов дозвониться и пригласить представителя главного управления образования муниципия Кишинео, так как было бы намного органичнее, чтобы сегодня в студии находился и третий гость. Но все мои попытки были абсолютно безрезультатные, хотя до этого мы связывались и не было никаких вопросов. Скажите, пожалуйста, вы как думаете, меня игнорировали? У них есть на то основания? Или действительно там настолько занятой персонал работает, что у них нет времени отвлекаться на эфиры, на телевидение? Ну, вы знаете, я не буду вдаваться в анализ того, что происходит, но я считаю, что это наглядное проявление отношения к своим служебным обязанностям, потому что помимо того, их непосредственных обязанностей, у них есть и обязанность информировать общество о проделанной своей работе. И как получается, что как резать ленточки, то мы все каналы пресса вызываем. А как отвечать на неудобные вопросы, естественно, легче не поднимать трубку. А вы, госпожа Ревенко, как вы считаете? У нас очень большие претензии, как со стороны родителей, именно к освещению разных событий со стороны главного управления образованием. Если вы откройте их страничку на фейсбуке или даже сайт, то там полно показательной информации. Концерт, там какая-то выставка, еще что-то. Но то, что интересует непосредственно родителей, например, сколько денег было выделено определенной школе, что было куплено, какое качество еды, другие вот именно вопросы, которые мы непосредственно задавали, мы были и задавали данные вопросы. Или вот был скандал с лицеем Михаил Витязу. Нас интересует, как происходит анкета, что произошло с этим учителем, что происходит с этим директором, как они объясняют это все, какие меры были приняты. Про это ни одного слова. Даже вот в контексте всего, что случилось сейчас, даже не было никакого освещения практически со стороны дирекции, там один или два объявления, и все. Никакой информации не дается. Даже хотя бы минимально, что, дорогие родители, мы держим все под контролем. Безопасно вашим детям ходить в садик. Все держится. Но, к сожалению, вот этой реакции нет. И только, только я говорю, показательные красивые цветочки, картинки, песни, пляски. Вот если вы откроете, вы в этом убедитесь. Хорошо, спасибо большое. Господин Зумбрианов, вот вы можете ответить на вопрос, какие все-таки школьные и дошкольные заведения, в какие заведения была поставлена эта продукция? Ну, давайте я начну с того, с чего мы все-таки начали все наши расследования. Потому что, учитывая, что некоторые люди специально, как я вижу, неправильно информируют общественность, или выдаются в некоторые подробности, которые им абсолютно неизвестны, я хочу еще раз подчеркнуть, что начали мы не с информации, что детям даются испорченные продукты. Мы начали документировать информацию, что касается проведения закупок для управления, образования всех секторов муниципи Кишина. Что касается этого преступления, нам удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы задержать и предъявить дальше обвинение этим лицам в совершении преступлений такого рода, как дача взятки, получение взятки, превышение служебных полномочий, извлечение выгоды из влияния. В процессе документирования этих преступлений нам стало известно, опять же, из прослушивания телефонных разговоров, что есть возможность, что в некоторых детских садах или дошкольных, или школьных учреждениях поставляются продукты испорченные. Один лишь разговор об этом не может служить доказательством, что это происходит на самом деле. Поэтому нужно было подождать, пока будет уже конкретная информация, и мы уже начали обращать внимание не только на закупки, но и на сам этот факт, который в принципе так нашумел, и естественно здоровье дороже, чем сама цена закупки. Поэтому, когда нам стал известен более расширенный круг людей, которые вовлечены в эту схему, мы уже решили перейти в активную фазу расследования. То есть пассивная фаза состоит в том, когда мы просто документируем. Активная это уже, когда люди знают о нашем расследовании. И провели соответствующую операцию 25 октября. Поэтому сейчас мы пытаемся все-таки установить, уже вместе с другими государственными органами, установить в какие школы, в какие дошкольные учреждения, или учебные заведения, будем их так называть, были поставлены эти продукты. Вы говорите о следственных мероприятиях. А мы говорим сейчас о муниципе Кишинел или мы говорим о всей стране? Мы говорим сейчас о муниципе Кишинел, потому что у нас не было физической возможности покрыть всю республику. Именно по этому факту. Но сегодня родитель, который живет за пределами муниципи Кишинел, он не может быть уверен в том, что его ребенок ест качественную продукцию? Я, к сожалению, никто не может быть уверен, но я хочу подчеркнуть, что Центр по борьбе с коррупцией не является органом, который проверяет качество питания. Мы выявили проблему в системе контроля за качеством питания. Мы эту проблему не скрыли. С полной ответственностью заявили о том, что мы это установили. И сейчас идут проверки. И искренне надеемся, что больше этого не повторится. Более того, это свежая информация, эксклюзив, если хотите. Сегодня наши сотрудники во второй половине дня вместе с работниками соответствующих органов провели осмотр склада, куда были возвращены сразу после нашей пресс-конференции некоторые продукты. Оттуда изъяты пробы и ждем результатов анализа. Как заинтересованное лицо в расследовании, я надеюсь, что если это была испорченная продукция, выявится этот факт. Как родители, если хотите, я очень надеюсь, что экспертиза покажет, что все-таки это была хорошая продукция. Хорошо, спасибо большое. Госпожа Ревенко, скажите, пожалуйста, Вы уверены в том, что Ваш ребенок один из пострадавших детей? По крайней мере, я здесь больше, говорится, людей больше, как именно то, что вас будоражило. Общественность – это мясо и рыба. Это самые страшные как бы ситуации. Но, помимо этого, поставляется в садике, большинство продукций периодически поставляется некачественные. Например, вместо масла поставляется маргарин или сприт. Это в нашем садике было. И не только в нашем, потому что это была фирма Лови Сангра, которая поставляла в нашу Нарышкановку продукты. Потом в наш садик я боролась три месяца за то, чтобы детям давали яблоки не в компоте, а давали яблоки свежие. Сейчас я понимаю. Я и тогда догадывалась. Я увидела, что из кухни вынесли ведро с отходами, и там были половины испорченных яблок. Я об этом говорила, даже когда мы были как-то на телевидении с госпожой Сувейкой, с господином Кажакару. Я им об этом тоже напрямую сказала. Только после этого вопрос уже решился. Также вопрос поставляется некачественная картошка, некачественная фасоль. В нашем садике была ситуация, мне рассказали, что принесли мешок испорченной фасоли. Повар его вернул, но его не хотели забрать. Если мы сейчас говорим о принесении вреда здоровью ребенка, вы занимаетесь, у вас инициативная группа. У вас были какие-то, может, вы проводили какой-то анализ по какому-то району, все-таки есть поликлиники? Может быть, есть какая-то статистика заболеваний детских? Может быть, есть какая-то вспышка заболеваний детских заболеваний, все, что связано с желудочно-кишечным трактом? Было летом. Летом было очень много. Мы все думали, мы не знали, что настолько ситуация плохая по поставкам продуктов. И все думали, что этот антировирус. Но он буквально был с интервалом, там только закончилась вспышка, и опять начал вспышка заболеваний у детей. И поэтому очень многие родители все-таки думают, что это были некачественные продукты. Знаете, насчет этого могу вам дать маленькую подсказку, если вам действительно интересно сам факт детских заболеваний. Есть такое министерство, у нас министерство здравоохранения называется. Если родители напишут, инициативная группа напишет запрос, например, даже не в самом министерство, а в Кишневские ведомости. Я, учитывая, что не соблаговылили прийти сегодня на передачу, я не думаю, что вам дадут ответ за день или за два, а установлены законом сроки через месяц. А если пресса сядет им на голову, то к вечеру вам дадут эти цифры. Сколько детей заболело, какие были причины заболевания, какие заболевания и так далее. Я могу сказать другое, что когда мы еще в феврале месяце начали борьбу за правильное питание, за нормальное питание в детских садах и в школах, и там мы поставили вопрос с исключением сосисок, если вы были в курсе. И вот мы обращались к госпоже Тверда Хлеб с данной просьбой, и она категорически отказалась, ссылаясь на то, что родители хотят этот продукт иметь в меню. Вы обращаетесь в письменном виде, вы обращаетесь официально? Мы сделали онлайн-петицию, где было более 1600 подписей, официально ее отнесли в канцелярию, получили официальный ответ, что все хорошо, что все чисто, что дети пытаются все по правилам, хотя ни в одном меню не было на тот момент фруктов и овощей практически, только на чеканах это было, а в остальных районах практически только были каши три раза в день, хлеб, печенье и так далее. Но не в этом вопрос. Я хотела рассказать, что тогда мы боролись на уровне муниципе, включилось Министерство здравоохранения тогда, нам очень помогло, и они сделали статистику, и оказалось, что в Кишиневе каждый четвертый ребенок страдает желудочно-кишечными проблемами, то есть заболеваниями. Да, то есть они сделали такую статистику, которая их потрясла, параллельно они сделали анализ состава этих сосисок, и мы имели как результат приказ о запрещении этого продукта в детском меню. Хорошо, спасибо. Господин Зумбряну, скажите, вот на каком этапе сейчас идут следственные работы, и будет ли это дело доведено до конца? Все, что касается вашей компетенции, конечно. Ну, я думаю, что довести дело до конца, это уже дело чести для нас, во-первых. Во-вторых, уверяю вас, что все возможные и невозможные усилия, которые должны мы сделать для выявления и фактов коррупции, и для того, чтобы помочь уже соответствующим органам выявить нарушения, которые были допущены, с нашей стороны будут предприниматься. Мы всегда открыты, мы ответим на любой вопрос, если, естественно, это не повредит следствие. Господин прокурор пообещал в кадре, в процессе пресс-конференции, что, возможно, даже опубликуем объединительное заключение по этому делу. Сейчас дело находится уже в активной фазе, то есть люди уже знают о том, что мы ведем расследование. Каждый человек, каждый гражданин Республики Молдова имеет, в случае, если у него есть сведения, которые он считает, что может помочь следствию, мы открыты и готовы допросить этого человека. Мы будем рады, если нам будут представлены определенные доказательства, которые есть, если они есть у людей на руках. Это поможет нам довести дело до конца и сделать так, чтобы ни одно лицо, которое совершило преступление, не смогло избежать наказания. Уверяю вас, что и другие дела, по которым нас, к сожалению, тоже обвиняют, что нет концовки уголовным делам. Я дам вам пример уголовного дела, которое мы в прошлом году направили в суд в отношении высокопоставленных чиновников из сферы медицины. Дело сейчас находится на рассмотрении в суде. Я обращаюсь к гражданам, если хотите. Национальный центр по борьбе с коррупцией не является высшей судебной палатой, чтобы выносить приговоры. Наше дело собирать доказательства и предоставлять их прокурору, отдали в суд. Вы сказали до этого, что сейчас речь идет о муниципе Кишинел. В принципе, то, что копнулось чуть глубже, и те факты, которые открылись, они потрясли всю страну. Нас сейчас широко смотрят и юг Молдовы, и север Молдовы. Вот смотрят сейчас нас родители. Вы говорите, что в принципе физически невозможно всю страну проверять. Но вот смотрят родители, которые, естественно, после таких ужасающих фактов переживают за здоровье своих детей. Каким быть в сложившейся ситуации? Каким образом, может быть, они могут вам быть полезными, и вы им можете помочь? Давайте я вам преподам такой пример. Естественно, когда все это дело приняло такую огласку, нас соответствующая служба монетаризировала форумы, где каждый мог высказать свое мнение. Мы очень часто видели, когда люди писали о том, что их ребенок заболел, они шли в больницу, им звонили из детского сада, и очень сильно просили, чтобы не говорили, что отравились в детском садике, потому что закроют на карантин и так далее. Это правда, вы можете это подтвердить. Очень много таких случаев. Я взываю к тому, чтобы такие случаи не скрывать. Каждый такой случай должен быть доложен в соответствующий компетентный орган. Если надо будет закрыть на карантин, пусть закрывают. Но нельзя рисковать здоровьем детей. Они же совсем маленькие, они даже не могут сказать, почему они дома не кушают. Вы извините, даже человеческий, мой личный фактор, если хотите. Я вспоминаю свое детство, я тоже ходил в садик, в Кишиневе приходил домой и просил, чтобы мама мне готовила борщ именно так, как в садике, потому что мне очень сильно это нравилось. К сожалению, мы сейчас такого не слышим. Мы слышим, что дети, то есть я читал по форумам, что дети приходят домой либо голодные, либо с... это хорошо, если он голодный и не кушает то, что в садике. А если кушает испорченную еду, то проблема. Дальше вы говорили о том, чем люди могут нам помочь. Нам не только люди могут помочь. И не только нам. То есть во всей сложившейся ситуации очень многое зависит и от средств массовой информации. Давайте я напомню вам такой субъект. Это не из самых приятных для судебной системы, когда журналистов обозвали бешеными собаками. Вы не слезли с его головы, пока человек не подал в отставку. Вот, пожалуйста, вам яркий пример. Вся пресса сплотилась в один сплоченный коллектив. И пока он не подал в отставку, вы не слезли с его головы. Я очень надеюсь, что, к сожалению, люди у нас относятся... Неправильный у них подход к своим служебным обязанностям. Он не понимает, что он является не на своей должности, он должен служить народу, а не наоборот, народ должен ему служить. Да, это все верно. Но все же, вот тут госпожа Ревенко рассказывала тоже такие вот вопиющие случаи, что они заходили на кухню, увидели вот факты, которые не соответствуют тому порядку и нормам, и качеству. Что эти родители должны делать? Они должны сразу звонить в НЦБК на горячую линию или звонить в другие инстанции? Вот это самое страшное. НЦБК должен отвечать и за качество продуктов. Это же неправильно. Да, поэтому важно знать. То есть у нас есть своя веро деятельность. Мы выявили неправильное отношение к своим служебным обязанностям. И теперь каждый должен делать свою работу. Мы даже беседовали перед передачей, обменялись мнениями, что это будет неправильно, если каждый родитель будет заходить на кухню. Было такое предложение, то есть идея со стороны этой группы, чтобы создать родительский комитет, который придет к определенному соглашению с управлением образования, как они могут монетаризировать качество еды в дошкольных особенностях. Организовать контроль со стороны родителей. И теперь, внимание, вопрос. А государственные органы для чего? Давайте родителям будем платить зарплату. Давайте ликвидируем вообще государственные органы, которые занимаются этим. Потому что как проверит родитель, не проверит чужой человек. И теперь вопрос, зачем тогда столько госслужащих? Каждый должен выполнять свою работу. А некомпетентные люди должны искать себе работу. Хорошо. Господин Зумбриан, в каких случаях конкретно человек должен знать, вот это работа НЦБК, я могу открыть их сайт, позвонить по горячей линии. И по этому вопросу я должен обращаться именно к ним. Давайте я начну с конца вашего вопроса насчет горячей линии. У нас в неделю плюс-минус 60-70 звонков на горячую линию. Из них 2-3 звонка. Компетенция Национального центра по борьбе с коррупцией. Из 60-70. Да, из 60-70. Иногда это даже смешно, по каким вопросам люди нас беспокоят. Но сейчас дискуссия не об этом. Но каждый человек знает, если случилось правонарушение, он звонит в полицию. Если ему плохо, он звонит в медицинскую службу, в скорую. Если кто-то просит деньги за что-то или не исполняет свои служебные обязанности правильно, он должен звонить в Национальный центр по борьбе с коррупцией. И все. Здесь есть другая тема, которая, наверное, это уже не тема этой передачи. Когда кто-то говорил, что Национальный центр по борьбе с коррупцией должен заниматься только большой коррупцией. А маленькой коррупцией пусть занимаются инспектораты полиции в районах и так далее. Я не думаю, что это хорошая идея, даже вот в свете последних. Потому что неизвестно, что является более тяжким преступлением. Да. Когда один большой членовник взял взятку. Или вот то, что у нас происходит, что один директор садика не указал о том, что ему доложили о том, что у него нет. Ему дали прозрачные продукты или некачественные. Ну а как тогда нить дошла, вот нить следствия дошла до того, что тут есть какие-то коррупционные схемы? Казалось бы, ну некачественное питание. У нас есть свои методы. Есть санопит, есть какие-то инстанции, которые следят за этим. А тут вот копнулось и вот такие случаи. У нас есть свои методы расследования. То есть мы не можем сразу установить, то есть взять в разработку очень много людей. Информация, как правило, идет об одном или двух субъектах. А дальше уже в ходе расследования мы выявляем, что в этой схеме замешан тот и тот и тот человек. Что касается компетентных органов, которые должны были за всем этим следить, уже не секрет, что мы установили факт, когда один начальник из национального агентства по безопасности продуктов питания звонил и говорил, что вот завтра я приду с проверкой и сделаю, чтобы все было красиво. Мы посидим, чайку попьем и уйдем. Был и такой случай. А из какого еще разского куба органа? С какого? С национального агентства по... Анса, да? Да, Анса. Да, хорошо, спасибо. Госпожа Ревенков, сколько лет вы состоите в этой родительской инициативной группе? Скоро будет год, как я создала вместе с другими родителями. Несколько родителей мы создали эту группу родителей. А сколько у вас родителей? На данный момент в группе более 6 тысяч родителей. Но, конечно, у нас не все там родители, которые реально хотят бороться с коррупцией. К сожалению, там у нас есть контингент родителей, которые читают то, что родители жалуются, пишут какие-то ситуации и доносят педагогам, директорам. И потом этого родителя вызывает директор на ковер или воспитатель. Почему вы написали, почему вы не решили на месте. Написали, мы говорим о чем? О социальной сети? Да, почему написали в социальной сети об определенной проблеме, которая существует. А как называется ваша группа? Группа «Парентилор Солидарь». Скажите, вот в эту группу могут вступать родители только из муниципи Кишинео или из других районов? Нет, конечно. Мы ограничиваем в нашей группе входы педагогическим кадром, потому что мы убедились, что это ведет к последующим... Но если это и педагоги родителей? Все равно. Все равно, потому что... Конфликт интереса. Да, конфликт интереса. Все правильно. Но есть у нас с разных. Есть и с районов, есть и с Кишинева. То есть это не ограничено для людей. Родители информируются с нашей группой, потому что кто-то обсудил одну ситуацию. Мы даем советы. Если мы не знаем, то мы пытаемся узнать, как правильно решить этот вопрос. И поэтому это очень информативная группа. Очень много родителей говорят нам спасибо, что вы нам раскрыли глаза, потому что иначе мы считали, что так и должно быть. Хорошо. Спасибо вам огромное. Мы вернемся к нашей беседе после короткой рекламной паузы. Впереди вас ждет все самое интересное. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, напомню, что в прямом эфире программа «Главная». И сегодня мы в нашем эфире обсуждаем самую скандальную тему последней недели. Это поставка в школьные и дошкольные учреждения Молдовы, муниципи Кишинеу. Точнее, некачественной и непригодной для еды продукции. Эти вопросы мы сегодня обсуждаем с начальником Главного управления уголовного преследования, с полковником Национального центра по борьбе с коррупцией Богданом Зумбряну, и также Аллой Ревенко, которая является инициатором группы солидарных родителей. Вернемся к нашей беседе. Господин Зумбряну, Вы сказали о том, что Вы брали на качество продукцию, то есть проводили. И тут есть вопрос телезрителя, который спрашивает, будет ли в каких-то других, может быть, территориях или участках страны проводиться подобная экспертиза? Опять же, это не компетенция центра. У нас была информация по конкретной фирме, по конкретному участку. Мы вместе с проверяющими органами сегодня после обеда зашли наши ребята туда, провели соответствующие действия, изъяли пробы и уже будем ждать результат экспертизы. Что касается проверок уже по всей республике, опять же, вернусь к своему заявлению. Каждый должен делать свою работу. Центр не может пахать за себя из этого парня. Хорошо, спасибо большое. А вот в этом направлении, какие работы может проводить родительский комитет? Я уже говорила, мы даже когда были в примарии, на заседании примарии, мы предложили, мы сказали, что мы хотим, чтобы было рассмотрено возможность, чтобы родители, родительский комитет по садику, например, имел право в любое время прийти и проверить склады и как готовится еда. То есть, если будет контроль со стороны родителей, то тогда особенно, это все узнается, да, например, родители, там кто-то пришел или кто-то сказал, что вот была проверка, например, со стороны центра, центра цинотати, да, значит, родители могут сразу пойти после центра цинотати и проверить, как они проверили, или другого органа. Таким образом, мы надеемся дисциплинировать эти государственные службы, потому что иначе все это делается поверхностно, очень поверхностно, очень только для галочки, и ситуация остается. Тем более, когда приходит проверка, их за три дня предупреждают о проверке. Но вот вы общаетесь с другими родителями, 6 тысяч – это не маленькое количество, это высокое количество заинтересованных людей в других регионах Молдовы. Есть подобная практика? Нет подобной практики, но мы общались даже в последнее время, общались с людьми, они, с родителями, они гораздо больше доверия имеют в селах, потому что, во-первых, там более узкий круг, люди знают, откуда привезли продукции, люди знают конкретно, кто там повар, люди знают, там очень быстро просачивается информация. Если, я думаю, если бы там попробовали бы провести, сделать такое в селах, это было, получила бы очень быструю огласку, и этого человека просто на улице вы бы, наверное, поймали. Кроме того, не забывайте, что в селах есть своя продукция, да? То есть поставщик мяса или поставщик овощей, он там напрямую, он там рядышком, и поэтому там намного меньше проблем такого рода. Ясно. Богдан, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что, ну, должны заниматься компетентные на то органы. Вот на ваш взгляд, на сегодняшний день, может быть, есть какая-то аналогия закона, может, есть какие-то пробелы в праве, какие-то механизмы, которые работают, на ваш взгляд, неправильно. Как вы считаете, вот правительство, парламент, кабинет министров, они должны что-то поменять в сегодняшней ситуации для того, чтобы работа велась не родительскими комитетами, а чтобы она наиболее эффективно велась компетентными на то органами? Вы знаете, если в общем, то если каждый проверяющий орган будет выполнять добросовестно свою работу, ничего менять не надо. Законы хорошие, у нас хорошие законы, реально хорошие. Что касается пробелов в законе, я не буду далеко уходить. Если я устанавливаю, что есть проблемы в законе, которые мешают мне работать, я выношу этот вопрос на обсуждение. Если АНСА или другой проверяющий орган устанавливает, что вот определенные законы, либо положение правительства мешает им работать, ничто им не мешает выйти, заявить об этом согласно процедуре, то есть вышестоящему органу, либо сделать пресс-релиз, если их никто не слышит. Никто им это не запрещает. Деньги брать не надо за проверки. Я хочу добавить, потому что у нас родители, это тема питания, как-то мы не знали вот этих мёдцев. Мы насчет коррупции больше акцентировали сборы, незаконные сборы. И мы подняли коды эдукации, коды этики. Есть во многих уже официально зарегистрированные ассоциации, которые… Нет, нет, я хочу сказать другое, что у нас очень хорошие законы. Вопрос в том, что они не выполняются. Я вам объясню, почему они не выполняются. Каждый родитель, и в принципе, где-то я это начинаю понимать, почему оно так. Все возмущаются, что собирают деньги для школ, для фонда класса и так далее, и так далее. Все возмущаются. Ни один родитель не напишет заявление, пока его ребёнок учится в этой школе. Почему? Потому что он боится, что его либо завалят на экзамене, либо будут к нему… так, не обращать на него внимания на уроках и так далее. То есть по-человечески я это всё понимаю. Но давайте либо мы дружно все решим с завтрашнего дня. Мы не будем собирать и не будем давать деньги. И всё. Это мы решаем. И если, например, весь класс родителей на классном собрании решат, что мы не будем давать деньги, уверяю вас, очень легко и очень просто можно будет задокументировать факт, что определённые учителя плохо относятся именно к этому классу. И связать это с тем, что родители отказались давать деньги, это очень просто. Это не значит, что я сейчас кому-то навязываю свою идею. Но если мы хотим с этим бороться, мы не должны ждать, пока центр придёт и кого-то задержит. Потому что если я завтра возьму одного учителя за то, что он собирает с класса деньги, все начнут кричать. Вот центр опять взялся за учителей. Мало коррупции в этой стране, вот и учителя нашли. Или доктора нашли. А это всё красиво пока не касается лично кого-то. И для него это становится самой большой проблемой во всей стране. Ему не важно, что там хватает денег в бюджете, что там эта проблема, там миллиард украли. Для него важно, что у него требует, а он не может дать эти деньги. Вопрос даже не может дать. Я реально не плачу никаких фондов на данный момент. У нас есть куча законов, у нас есть куча постановлений и приказов, что данный сбор является незаконным. Я не хочу нарушать закон. Почему я его должна нарушать, чтобы у кого-то там не хватать, или он не может попросить у главного управления свою сумму, которая причитается денег. У нас я хочу дать вопрос господину Зумбряну. Было бы идеально, если было бы так, как вы рассказали. Но у нас есть очень много обратных ситуаций. Вот даже вчера, по-моему, был один звонок на горячую линию. И сегодня мы тоже советовались с Национальным центром по борьбе с коррупцией по данному вопросу. Один из родителей, потому что у нас там один-два родителя пока в каждом коллективе отказываются платить. Весь коллектив манипулируется, соответственно, учителем или еще кем-то, или родительским комитетом. И весь коллектив начинает давить на данного человека. Самое страшное, это когда дети начинают давить на этого человека. Доходит до абсурдного, что родители пишут, это в женской ситуации таких было, родители пишут заявление, чтобы данного ребенка исключили из класса или из группы. Как действовать родителям в таком ситуации? И заключается то, когда многие говорят, что есть учителя, а есть педагоги. Да, согласен. К сожалению, потому что, если, опять же, нашлись две белые вороны, которые они хотят платить, вот все и сплотились против него. Тут Центр по борьбе с коррупцией не поможет. А кто поможет? Что делать данным родителям? Куда обращаться? А как вы думаете, Центр по борьбе с коррупцией должен выделить одного инспектора, который будет следить за тем, как обращаться к этому ребенку? Нет, но какой орган ответственен, если на данного родителя делается давление? Какое давление? Очень часто встречаются ситуации. Ругаются, пишут, почему ты не даешь деньги, почему я должен давать деньги за твоего ребенка и так далее. Ругаться – это еще не преступление. Да, не ругаются. Очень часто, вот сейчас мы даже делали программу с вашим коллегой на эту тему. Это очень действительно волнующий вопрос всех родителей. То есть сейчас уже это все узаконили. В школах делают ассоциации, где, в принципе, эти денежные поборы, они являются якобы законными. Но в эти ассоциации вступают только те, кто хочет. И на добровольной основе они вкладывают какие-то денежные средства. Но я знаю, у моих знакомых даже лично есть дети, которые знакомы, не хотят участвовать в этих ассоциациях. И в итоге получается то, что ребенок ходит и в школе такому, у него такое психологическое давление, что ребенок через две недели просто не хочет идти в школу. Вот как это выявить? Вот как с этим, например, бороться? Давайте запретим эти ассоциации. Давайте. Только Центр по борьбе с коррупцией не имеет полной мощи запрещать ассоциации. Нет, но надо бороться с коррупцией, либо и в школах хотя бы несколько показательных случаях. Коррупция – это когда человек, который, если так, чтобы всем понятно было, коррупция – это когда человек, который получает деньги из бюджета, зарплату, он использует свою должность для личного обогащения. Либо обогащения, либо для того, чтобы получить определенную выгоду и так далее. Учителя, они все являются бюджетниками. То есть они получают заработную плату из бюджета. Сейчас очень редко, когда учитель напрямую разговаривает со всеми родителями. Находится один родитель, у которого есть полномочия от всех остальных родителей. И он дальше беседует с остальными. Даже если мы возьмем этого родителя, чисто гипотетически, в разработку, мы никогда не докажем, что этот родитель в сговоре с определенным учителем. А этот учитель в сговоре с директором. И директор собирается с этого класса столько, с этого столько, с этого столько. Хотя, я не знаю, если ваша ассоциация это сделала. Если не сделала, советую. Для общей информации. Почитайте, сколько детей в одной школе. И посчитайте, сколько они за год собирают. Только в фонд класса. Мы посчитали. И посмотрите, какая сумма выходит. Внимание, вопрос. Куда эта сумма уходит? И опять же, если беседовать конкретно с конкретным лицом, редко кто отважится дать показания. Более того, надеть на себя специальную технику. И попробовать 2-3 месяца задокументировать его разговоры с учителями, с директором школы и так далее. И когда мы закончим эту операцию и сделаем пресс-конференцию, найдутся люди, которые скажут. Во-первых, спросят, почему именно сейчас? Обязательно. У нас всегда дежурный вопрос к центру. Почему именно сейчас? Почему не раньше и почему не позже? И второй вопрос будет. Опять за учителей взялись. Но это реально собирается миллион. Мы почитали не только по садику, мы почитали, мы сделали, начиная с конца февраля, по июнь или июль месяц, мы сделали анонимную анкету для родителей. У нас почти 500 ответов, какие сборы в садиках. Мы посчитали плюс-минус среднее. Мы вышли, что в муниципе Кишинел собирается от 200 до 300 миллионов от родителей только по садикам. Только по садикам. В итоге получается, этот просто воспитатель, этот просто учитель, этот просто директор, этот просто начальник, глава управления. То есть все просто как-то. Кстати, если вернуться к нашей теме. Глава управления образования, она действительно была отстранена от должности? У нее нет процессуального статуса по уголовному делу. Что касается ее отстранения от должности, это компетенция органов местного самоуправления. – Она действительно была отстранена от должности в пятницу вечером, и вместо нее назначена госпожа Валентина Кужба, если я не ошибаюсь. – Вы, кстати, проводили протесты. Вы можете подробнее рассказать, с чем они были связаны, чего вы добивались? – Они были связаны именно с этим вопросом по питанию, потому что этот вопрос нельзя проигнорировать, нельзя, чтобы родители не вышли и не высказались. – Какие требования конечные этих протестов были? – Требования, конечно, наказать всех виновных, и включительно обратить внимание на тех директоров, на тех поваров, кто принимал данную продукцию. – Кто, на Ваш взгляд, виновен? Наказать всех виновных. Кто виновен? – По крайней мере, есть в управлении, если не считать уже тех, кто арестован, то, само собой, там уже есть доказательства. – Виновные их объявят в судебной станции. – Есть презумпция невиновности. – Да, мы можем сейчас говорить заранее. – Те, которые были арестованы, там, по крайней мере, уже есть какие-то доказательства. Кроме того, мы считаем, что должны быть, по крайней мере, наказаны люди, которые работают в управлении образованием. Там должен быть человек, который отвечает за закупки. Насколько я поняла, это господин Фляж. Но я не буду высказываться, просто тоже где-то услышала, или на телевидении, или тогда, когда мы были. Но это один человек должен быть, кто был ответственен за данный вопрос. Кроме того, глава управления образованием, она тоже должна, как минимум, уйти в отставку. Ее заместители тоже. – То есть у Вас такое требование тоже? – Да. Особенно госпожа Твердохлеб должна уйти в отставку, потому что если она, даже не будем говорить знала-не знала, виновна-невиновна, если она не смогла обеспечить детям безопасную среду, то если она дальше остается, какие у нас гарантии, что она дальше обеспечит? То есть человек не справился со своими обязанностями, которые у нас в Кишиневе 38 тысяч детей. – То есть это чисто моральный момент? Вы не можете законно, если она ни в чем… – У нее в обязанности прописано, что она отвечает за все, за то, как работает все управление образованием. Не только ее непосредственно подчиненные, и не только по вопросу, например, по педагогическим вопросам или методическим. – А Вы с ней лично связывались? – Да. – Вот в связи с этим случаем? – У нас одна из наших, тоже из инициаторов группы, заходила к ней перед протестом, но она ушла в 5 часов, чуть больше 5 часов. Она не захотела через заднее крыльцо, задний выход, она не захотела к нам выйти. Она сказала, что у нас странная должность, и она не о чем говорить с родителями. Вот такое было отношение. Мы записали специально на прием на 5.30 в понедельник, чтобы было время предусмотрено, чтобы она вышла, поговорила с родителем. К сожалению, такое же отношение она не захотела. Ранее мы к ней тоже были по вопросам питания и не один раз. – А сейчас Вы говорите, назначен новый исполняющий обязанности. – Да. – Дом на Кужба. – Это более компетентный человек, на Ваш взгляд? – Не думаю. Потому что почему-то наше главное управление образованием, какие мы вопросы к ней поднимали, они всегда акцентируют, что они занимаются обучением. У них больше методическая часть, педагогическая, а все остальное как бы не должно их касаться. Вот такой у них подход, и вот такой у них результат. – Ясно, хорошо, спасибо большое. Господин Зумбриан, скажите, пожалуйста, я разговаривала с разного рода людьми, и были такие предположения, я не знаю, правдивы они или нет. Это правда, что большинство продукции, которую употребляют наши дети в учреждениях, она из-за рубежа. Это так или нет? – Я не могу Вам ответить на этот вопрос сейчас. Сказать, сколько из них из-за рубежа или нет. Если это принципиально Вас интересует, завтра я Вам дам ответ, или сразу же после передачи наберу своих ребят, и мне дадут информацию, откуда именно везлась эта продукция. Ну, если учитывать из прослушивания телефонных разговоров, то была партия и с Украиной. – Ну, вот есть такое предположение, что наших производителей даже не допускают практически к участию в тендере и так далее. – Вот с этого мы и начали, в принципе, расследование. Потому что если бы нормально и законно проводились бы тендеры, то, наверное, было бы место и для наших отечественных производителей. – Хорошо. – Могу я это помнить? – Да, конечно. – Я, по крайней мере, знаю, что сектор Чекана был более добросовестным в данном направлении. По-моему, там даже никто не арестован, да? Насколько мы проследили информацию по всем участкам, кроме Чекана. Знаю, что на прослушивании их на анкетировании были, но не арестованы. И мы говорили, мы даже были на приеме госпожи Бабук, и там даже участвовали, не знаю, насколько, но у нас там более открытая была атмосфера. И при проведении тендеров там даже были представители родителей, приглашались. Кроме того, насколько я знаю, на Чеканах поставщиком мяса была наша отечественная фирма. То есть вот такие моменты. Масло у них заказывалось в пакетах, чтобы не было вот этой замены. Ну, опять же, это говорит об отношении государственного служащего к своим непосредственным должностным обязанностям. То есть там отношение к данному процессу, там всегда даже, там было более богатое минимум по сравнению с другими садиками. Там всегда находились деньги на фрукты и овощи, когда в остальных нам говорили, что у нас нету, и нам не хватает денег на это. Просто так, из нашей информации, что у нас накопилось. – Хорошо, спасибо. Господин Зумбрианов, вы сказали, что теперь довести это дело до конца, это для нас дело чести. Что вы подразумевали, сказав, что довести это дело до конца? – Собрать достаточно доказательств для того, чтобы всех причастных к этому преступлению представить перед судом, и пусть их вина будет доказана в суде, и они понесут заслуженное наказание. Такое дело оставлять безнаказанным нельзя. – А если вот профилактически, можно как-то обезопаситься, чтобы впредь не было подобных преступлений? – Опять же, Центр не может отвечать за все это. Я надеюсь, не я, а Центр очень надеется на то, что в тех сферах, где мы выявляем акты коррупции, и это не только то, о чем мы сейчас беседуем, вообще это урок для тех, кто этим занимается, и люди осознают наконец-то, что пора выполнять свои обязанности. Если не справляешься, если тебе не хватает заработной платы, значит, ты не должен этим заниматься. – А не слишком мягкое наказание за подобные нарушения? То есть тут же надо признать, что они понесли… – Мы с вами юристы, поэтому доказать причинно-следственную связь между отравлением детей и поставкой этой продукции сейчас будет очень сложно, потому что прошло много времени, и не всегда именно поставка этой продукции может закончиться отравлением детей. Если в массах, то да. Поэтому, что касается мягкого наказания, опять же, каждый должен отвечать только за то, что он сделал. Согласно своему деянию, ни больше, ни меньше. – Опять же, очень сложно будет наказать, что тут понесло, например… – Сложно доказать. – Ну да, медицинскую какую-то травму и физическую и так далее. – Это сложно будет доказать. Это может наказать только экспертиза. – Кстати, тут есть вопрос от телезрителей. Я, к сожалению, не успею задать все вопросы, но тут они поступают. В школах, чтобы попасть в первый класс, по прописке директору просто дают деньги. Коррупция в школах большая. – Ну, опять же, возвращаясь к теме, что важнее, маленькая или большая коррупция, во-первых. Во-вторых, всегда, пожалуйста, у нас есть горячая линия в любое время дня и ночи, звоните. У нас есть дежурный следователь, который всегда примет заявление, и мы примем меры уже. – То есть, если люди сталкиваются с подобными случаями, они должны позволить объяснить? – Люди прекрасно знают, что должны делать. – Мы даже будем, потому что следующий шаг – это только центр по борьбе с коррупцией, потому что мы пытались поговорить, обсуждать и так далее. И уже в тех случаях, когда преподаватель, воспитатель настаивает впрямую или давит на родителя о том, чтобы он заплатил какие-то деньги, то мы уже будем пытаться через национальные антикоррупционные центры что-то предпринять, потому что действительно есть некоторые вопиющие случаи. – Вы знаете, я вот сегодня даже общалась с разными людьми на эту тему. Есть много родителей, которые говорят, что да, вот мы замечали очень часто, что у ребенка недомогание, что у ребенка какие-то проблемы со здоровьем. Скажите, они драматизируют немного или это связано действительно с питанием? Вот вы за своим ребенком замечали подобное? – Я скажу, мы когда пошли в садик, у нас первый месяц посещения садика была страшная аллергия, которую мы не могли вылечить в месяц. И который закончил, после этого были последствия панкреатит с повторением. Еще другие родители, у которых у детей панкреатит, который лечат месяцами. То есть как только мы пошли в садик, у нас вот было, я никак не могла связать, я тогда была, я всегда доверяла государственным учреждениям. Я начала не доверять тем буквально год назад. И тогда вот начали создавать группу и так далее, потому что столкнулась с тем, что очень много незаконных действий со стороны государственных учреждений. А до этого мы думали, что все нормально, что там с питанием все хорошо, что детей кормят, за ними смотрят и так далее. – Знаете, у меня была возможность высказать ранее эту мысль. Я удивляюсь, за свои 15 лет работы я как бы кое-что повидал, думал, что меня уже ничем не удивишь. Я допускаю, что проверяющие органы не выявляли эти нарушения. Но я не могу понять повара, который давал детям вот эту еду. Я не могу понять директора садика, который повар перед тем, как поставить… – Давал добро нам. – Да, который давал добро. Вот они непосредственные. Вот как можно? Ты же этих детей на руках носишь, общаешься с ними, радуешься вместе, с родителями общаешься. Вот вы как? Какое может быть у них объяснение своим действием? Проверяющие бог с ними, с ними разберемся. – Хорошо, господин Зумриан, вот моральная, да, ответственность. Вы сейчас призываете к моральной ответственности, а уголовная ответственность у них какая-то есть? – Если в результате потребления этой пищи портится здоровье, то да, есть ответственность. Но… – Но мы же понимаем, что… – К сожалению, я опять же должен сказать, что это является не должностным преступлением, а компетенцией в данном случае прокуратуры, потому что речь идет о несовершеннолетних. – А что будет с теми людьми, с теми служащими, поварами, директорами, с которыми будет в результате следственных мероприятий будет установлено, что они принимали эту продукцию? То есть они нарушили свои… – Если мы фактически установим, что они действительно принимали эту продукцию, к сожалению, чтобы это действительно доказать, и неоспоримыми доказательствами мы должны найти у них эту продукцию. – А если будут показания, то есть будут мартеры, да? – Опять же, показания, ничем не подтвержденные, могут быть оспорены в суде адвокатами. Поэтому мы и говорим, что к процессу доказывания мы относимся очень тщетно и трепетливо. И даже если для этого нам понадобится больше времени… – По крайней мере, те записи, у вас есть аудиозаписи, где определенные лица разговаривают. То есть это уже доказательство, что если они сварили это мясо, или что они приняли это мясо, или они приняли эту рыбу, это уже доказательство? – Это доказательство, что они беседовали об этом. Если бы помимо этого мы нашли и рыбу, то был бы другой вопрос. Я просто не хочу сейчас сделать параллели, потому что боюсь, что меня обвиняют в том, что я принимаю сторону обвиняемых по делу. Но, опять же, как юрист, мы должны ставить во главе стола закон. Если мы будем устраивать суд линча, то это самосуд, и это неправильно. Государство дало нам погоны не для того, чтобы самосуд устраивать, а собирали доказательства и привлекали к уголовной ответственности. – Но вы хотя бы передадите эту информацию, например, опять же, в управление образованием, чтобы там принимали какие-то меры, какие-то хотя бы дисциплинарные меры к данным людям? – Да, как, кстати, передать какую-то информацию в управление образованием? – Знаете, когда у нас будет обобщенная информация, мы обязательно ее передадим и не только в управление образованием, но и в Национальное агентство по безопасности элементов и в другие поверяющие органы. – Спасибо. – Хорошо, спасибо огромное. У нас осталось буквально полторы-две минуты. Если кто-то из вас что-то хочет добавить или обратиться гражданам, я могу каждому из вас предоставить такую возможность. – Я выступаю местодательнее. – Я хочу обратиться ко всем педагогам, ко всем работникам школ, садиков. Не проявляйте толерантность. Толерантность – это вы, если вы делаете вид, что вы не увидели, вы не почувствовали тот запах плохой рыбы или плохого мяса, или вы увидели, что детям написали в меню «я одно яблоко, но дали половину», не молчите об этом, говорите об этом, потому что этим вы покрываете настоящих преступников, и вы даете им возможность повторять дальше и дальше и усложнять данную ситуацию. Поэтому и не только в вопросе питания, во всех вопросах. Если есть в коллективе человек, который знает, что там директор или еще кто-то деньги собирает незаконно, позвоните по горячей линии хотя бы, или дайте нам знать, как-то вместе будем решать вопрос. Я об этом прошу. Не покрывайте беззаконие. Хорошо, спасибо, господин Дубрян. С вашего разрешения я хочу закончить не как начальник следствия, а как гражданин. И обращаюсь тоже к педагогам. И хочу им сказать, что сложнее всего отвечать не перед прокурором, а перед совестью. Спасибо огромное за участие, за столь исчерпывающую беседу. Дорогие телезрители, я напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». Сегодня у нас в гостях были председатели родительского комитета Алла Ревенко, а также начальник главного управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией, полковник Богдан Зумбряну. Я желаю вам хорошего теплого вечера. Встретимся ровно через неделю. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok